Сегодня Михаил Сергеевич Горбачёв К американской встрече на высшем уровне входят товарищи Шеварднадзе, Добрынин, Яковлев, помощник генерального секретаря ЦК КПСС товарищ Черняев, первый заместитель министра обороны СССР товарищ Охромей. В аэропорту Михаила Сергеевича Горбачёва провожали товарищи Алиев, Громыко, Зайков, Лигачёв, Рыжков, Соломинцев, Чебриков, Долгих, Ельцин, Соколов, Талызин, Бирюкова, Зимянин, Медведев, Разумовский, председатель Центральной ревизионной комиссии КПСС товарищ Капитонов, другие товарищи. Среди провожавших были временные поверенные в делах США в СССР Компс, Исландии в СССР Йонсон. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня же товарищ Горбачёв и сопровождающие его лица прибыли в Рейкьявик. В аэропорту, где были подняты государственные флаги СССР и Исландии, у трапа самолёта советского руководителя встречал министр иностранных дел Исландии Матиэ Сен. В числе встречавших были посол СССР в Исландии, товарищ Косарев, посол СССР в США, товарищ Дубинин, дипломатические сотрудники советского посольства, многочисленные журналисты из разных стран. В аэропорту товарищ Горбачёв выступил с кратким заявлением для прессы. Вступая на землю Исландии, я прежде всего хотел бы искренне приветствовать от имени советских людей исландский народ и пожелать ему мира и процветания. Я хочу поблагодарить исландское правительство за согласие на проведение советско-американской встречи здесь, в столице вашей страны. Я понимаю, что у исландцев много хлопот, и тем не менее мы знаем, какую большую работу вы провели, и я хочу выразить за это ещё раз сердечную благодарность. Завтра начинается встреча с президентом Рональдом Рейганом. Мы прибыли на встречу, исходя из той ответственности, которую мы ощущаем на себе перед своим народом, перед народами других стран за судьбы мира. Надеюсь, что понимание ответственности перед народами за судьбы мира привело и сюда президента Соединённых Штатов Америки. Во всяком случае, я так понял его вчерашнее заявление. Если это так, то согласитесь, это уже не мало для начала встречи. Мы считаем, что пришло время действий, действий серьёзных, решительных, время настоятельно требует таких действий, прежде всего, от великих держав. Я имею в виду и Советский Союз, и Соединённые Штаты Америки. Но время требует совместных действий всех народов, всех государств. Мы готовы искать решения самых животрепещущих проблем, которые волнуют народы, и прежде всего, таких решений, которые бы сняли угрозу, отодвинули угрозу ядерной войны, позволили бы основательно, надеялись заняться вопросами разоружения, с тем, чтобы затем прийти к той цели, которую мы поставили перед собой, и призываем всё мировое сообщество ликвидировать ядерное оружие к концу нынешнего века. Вот, пожалуй, я пока что этим ограничусь, ещё раз благодарю. С аэродрома Михаил Сергеевич Горбачёв и прибывшие с ним советские официальные лица в сопровождении эскорта мотоциклистов направились в отведённую резиденцию. Михаил Сергеевич Горбачёв нанёс визит президенту Исландской Республики Вигдис Финн Боготир. В ходе беседы, прошедшей в дружественной атмосфере, состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, связанным с угрозой ядерной войны. С обеих сторон отмечалось, что советско-исландские отношения развиваются удовлетворительно на взаимовыгодной основе. Наши специальные корреспонденты передают из Рейтьявика. Сегодня утром в Рейтьявике началась встреча между генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачёвым и президентом Соединённых Штатов Рональдом Рейганом. Задолго до начала встречи, несмотря на резкий холодный ветер, дующий с океана, около виллы Ховди, где встречаются руководители двух держав, собрались журналисты, которым посчастливилось получить специальные пропуска. За несколько минут до начала встречи сюда прибыл президент Рейган. Тепло встретили собравшиеся Михаила Сергеевича Горбачёва. Журналисты не могут сдержать профессионального любопытства. Советские и американские руководители уже знакомы друг с другом. Несколько минут отдано прессе, отражающей огромный интерес во всём мире к происходящему событию. До окончания бесед, согласно взаимной договорённости о конфиденциальном характере этих бесед, представителям печати доступ сюда будет закрыт. В первых репортажах после этих съёмок находившиеся здесь корреспонденты сообщили о непринуждённой обстановке, в которой началась встреча руководителей двух держав. Протокольная часть завершена. Началась важная и трудная работа. После небольшого перерыва Михаил Сергеевич Горбачёв и президент Рейган вновь приехали в Виллу-Ховди для продолжения бесед. Раиса Максимовна Горбачёва посетила в Рейкьявике одну из гимназий города. Там состоялась её встреча с представителями исландской молодёжи. Летом этого года большая группа учащихся Исландии обратилась к генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачёву и президенту США Рональду Рейгану с призывом остановить гонку вооружений. Сегодня, в день, когда в Рейкьявике началась советско-американская встреча в Верхах, исландской молодёжи был передан ответ Михаила Сергеевича Горбачёва, в котором подчёркнута решимость СССР сделать всё для предотвращения ядерной катастрофы. Раиса Максимовна Горбачёва вручила также учащимся по просьбе Михаила Сергеевича памятный подарок – работу эстонского скульптора Валька «Радостная весна», символизирующую веру молодёжи в счастливое будущее. Исландские ребята поблагодарили за внимание к их обращению, за подарок. Они говорили о том, что молодое поколение Исландии стремится к миру. Затем к преподавателям и учащимся обратилась Раиса Максимовна Горбачёва. Она подчеркнула, что миллионы жителей нашей планеты выступают против ядерной угрозы. «Я не сомневаюсь», – сказала она, – «что общими усилиями люди не допустят ядерной гибели». Наши специальные корреспонденты передают из Рейкьявика. В течение сегодняшнего дня на советско-американской встрече в исландской столице продолжалась напряжённая работа. Первоначально намечалось, что беседы между Михаилом Сергеевичем Горбачёвым и президентом Рейганом завершатся в первой половине дня. Однако после окончания первой встречи, которая, кстати, продолжалась до полтора часа дольше, чем было запланировано, было сказано о том, что беседы будут продолжены. В условиях объявленного по взаимной договорённости сторон так называемого «блэкаута» – сохранения конфиденциальности происходящих переговоров и отсутствия информации для прессы – находящимся здесь журналистам остаётся лишь строить предположения о происходящем за плотно закрытыми дверями виллы Ховди. Однако сам по себе факт продолжающихся активных переговоров расценивается многими обозревателями как многозначительный и, возможно, обнадёживающий признак. Объявлено, что сразу по окончании встречи в одном из городских залов состоится пресс-конференция Михаила Сергеевича Горбачёва. Сегодня генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв отбыл из «Рык-Явика», где он имел встречу с президентом США Рональдом Рейганом. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня же Михаил Сергеевич Горбачёв возвратился в Москву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Компс Исландии в СССР Йонсон. Вместе с товарищем Горбачёвым в Москву возвратились официальные лица, участвовавшие в советско-американской встрече на высшем уровне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Москву! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Москву! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Москву! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Москву! Добро пожаловать в Москву! Добро пожаловать в Москву! Добрый вечер! Дамы и господа, товарищи! Приветствую всех участников пресс-конференции! По-моему, прошло около часа, как завершилась наша конференция, встреча с президентом Соединенных Штатов Америки господином Рейганом. Она продолжалась немножко больше, чем мы намечали. Дела потребовали этого. И в связи с этим я хочу извиниться перед вами, что я не прибыл вовремя на назначенную 18 часов пресс-конференцию. Вы знаете, что эта встреча между руководителями Соединенных Штатов Америки и Советского Союза состоялась по инициативе руководства СССР. Но, естественно, нам бы не могла состояться, если бы не было согласия на такую встречу со стороны господина Рейгана. Поэтому я бы сказал, что это было наше совместное решение провести эту встречу. Теперь она закончилась. Иногда говорят, что лицом к лицу лица не увидать. Я только что со встречи, которая особенно на последнем ее этапе проходила в горячих дискуссиях. И я нахожусь еще во власти этих дискуссий, впечатлений от этих дискуссий. Тем не менее, я постараюсь уже в нашей этой первой встрече попытаться и разобраться, что же произошло. А не только поделиться своими впечатлениями. И все же, я думаю, это будут первые впечатления, первые оценки, первый анализ. Еще предстоит оценить эту всю встречу. Встреча произошла крупная. И вы это почувствуете, когда я расскажу о содержании проблем, которые стали предметом очень широкого, очень интенсивного, очень заинтересованного обсуждения. Атмосфера на встрече была дружественной. Мы имели возможность свободно и, я бы сказал, неограниченно излагать свои взгляды на те или иные проблемы. И это позволило нам углубить наше понимание по многим крупным проблемам мировой политики, двусторонних отношений и, прежде всего, по жгучим проблемам, которые стоят в центре внимания всей мировой общественности. Это вопросы войны мира, прекращение гонки ядерных вооружений. Весь комплекс вопросов, которые охватываются этой темой. Но перед тем, как я перейду непосредственно к характеристике уже самой встречи, содержание дискуссий, предложение сторон и итогов этой встречи, я хочу сказать, пояснить вам, поскольку у меня не было до сих пор возможности, а почему мы, собственно, выступили с инициативой о проведении этой встречи. Я регулярно читаю прессу мировую и ощутил в эти дни, когда был решен вопрос о проведении этой встречи, насколько широкий резонанс вызвал это сообщение, сообщение о встрече. Много было сказано и в адрес генерального сектора ЦК КПСС, и президента США. Они поторопились ли они? Есть ли необходимость в этом? И кто кому уступил? И кто кого переиграл? И так далее. Знаете, повод, который послужил исходным моментом для того, чтобы мы предложили президенту США безотлагательно встретиться, и решение президента господина Рейгана кликнуться на эту встречу позитивно, очень значительно. Очень значительно. Я тут хочу вернуться к Женеве. Тогда мы встретились, это был крупный диалог, это была крупная встреча, и сейчас, по истечении немалого времени, мы ее так оцениваем, эту встречу Женевскую. Тогда, если вы помните, мы признали особую ответственность СССР и Соединенных Штатов Америки за сохранение мира, и вместе заявили, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и что в ней не может быть победитель. Это признание огромное и важное. Мы заявили та же, что ни одна из сторон не будет стремиться к военному превосходству. это тоже очень важная констатация обоюдного понимания этой проблемы. После Женевы прошел почти год. мы считаем, что советское руководство было осталось верным обязательством, которое оно приняло на себя в Женеве. Вернувшись с Женевы, мы продлили свой мораторий. Он у нас был до 1 января нынешнего года. 15 января мы выступили с крупным заявлением, в котором была обоснована программа ликвидации ядерного оружия к концу нынешнего века. Я хочу сказать, возвращаясь к мораторию, что уже 14 месяцев на наших полигонах царит тишина. И это тоже свидетельство нашей приверженности договоренностям в Женеве и нашей ответственности за судьбы мира. Ибо это все нелегкие решения, если учесть, что в это время взрывы в Неваде продолжается. Происходит. И сейчас. В июне нынешнего года государство Варшавского договора внесли крупную комплексную программу о масштабном сокращении обычных вооружений и вооруженных сил в Европе. Это тоже крупный шаг с учетом тех озабоченностей, которые высказывались европейцами и Соединенными Штатами, являясь, которые являются их союзниками, я имею в виду европейских государств Западной Европы. мы выступили, извлекая уроки из Чернобыльской трагедии с крупными предложениями о необходимости проведения чрезвычайной сессии МАГАТЭ в Вене. она состоялась, и вы знаете ее итоги, они многообещающие. Теперь мы имеем международный механизм, позволяющий решать многие вопросы в этой важной сфере, какой является безопасность ядерной энергетики. Иначе говоря, мы в это время, как мы понимаем, я думаю, что я не упадаю в привлечение, оценивая нашу политику, ибо я говорю о фактах, а не просто намерениях. Мы все делали, чтобы помочь формированию нового мышления, ядерный век. Я хочу выразить наше удовлетворение тем, что роски это нового мышления, пожалуй, прорастают, и они, в том числе и на европейской Неве, и в частности это проявилось, в успехе Стокгольма. может быть, я и закончу на этом перечень тех конкретных акций, которые мы сделали, исходя из духа и буквы договоренностей с президентом Рейганом в Жене. Я думаю, поскольку я говорю о фактах, то они позволяют вместе нам с вами их оценить сейчас. И, видимо, вы согласитесь, что это свидетельство серьезного отношения к договоренностям в Женеве. и все же я подхожу как раз к мотивам, почему мы проявили инициативу о встрече в реке Авике, надежды на крупные перемены в мировой обстановке, которые мы все имели после Женевы, после нашей встречи с господином Рейганом. Я бы сказал так, может быть, осторожнее, начали угасать. Я думаю, не без оснований. И прежде всего, советско-американские переговоры в Женеве, в ходе которых, в общем-то, очень много сказано, может, даже слишком много сказано, в том, где гуляют, как я вчера говорил президенту, 50-100 вариантов о том, как обуздать гонку вооружений и начать сокращать ядерное оружие. уже это одно вызывает сомнение, что там идет благотворная дискуссия. Я думаю, мы с вами, люди, так сказать, сведущие. Если бы был один-два, ну пусть три варианта, это уже кое-что. это значит, сужена дискуссия и поиски сосредоточены на каких-то важных выявленных направлениях. И будут эти поиски завершаться выходом на какие-то конкретные соглашения и предложения правительству. ничего этого не происходит в Женеве на главном форуме мировой политики. Больше того, я прямо скажу, что эти переговоры в последнее время идут на холостом ходу и практически зашли в тупик. Гонка вооружений не остановилась. Больше того, мы ясно видим, что мы все с вами подходим к новой черте, за которой неизбежен новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями политическими и военными. Наши инициативы, о которых я, в частности, в начале своего выступления говорил, в общем-то, нашли широкий отклик у мировой общественности. Но они не нашли должного понимания в американской администрации. Обстановка ухудшалась, тревога в мире вновь стала нарастать, да я думаю, я не буду, не преувеличив, а вы живые свидетели, представляющие все континенты нашей земли, что мир вообще бурлит. Мир бурлит и требует от руководителей всех стран и, прежде всего, крупных держав и, в первую очередь, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки проявления политической воли, решимости к тому, чтобы остановить тенденции, которые ведут к опасностям, к непредсказуемым последствиям. Надо что-то было сделать такое, чтобы переломить ход событий, поставить преграду. мы пришли к выводу, что нужен новый импульс, мощный импульс, новым процессом, новым подходом и, прежде всего, на женевских переговорах. по нашему мнению, такие импульсы могли последовать только на уровне встречи руководителей СССР и Соединенных Штатов Америки. именно поэтому, отвечая президенту на его письмо, президенту Рейгану, на его письмо от 25 июля, я решил пригласить его незамедлительно встретиться. Я сказал, что ситуация такова, что нам надо отложить на день-два все дела и встретиться, безотлагательно и высказал, что я жду скорого ответа. Это письмо было передано товарищам Шеварнадзе президенту. И так состоялась чрезвычайно важная встреча, как бы мы ее не называли. Мы полагали, что от этой встречи многое зависит, с учетом той оценки, которую мы давали, которая побудила нас к этому шагу. и, конечно, приехали на эту встречу не с пустыми руками. В чем мы приехали в реке? Мы сюда привезли целый пакет крупных предложений, которые, если бы они были приняты, могли действительно в короткий срок внести, я бы сказал, на всех направлениях борьбы за разоружение, за ограничение ядерное оружие. Могли бы реально отвести и угрозу ядерной войны, и позволили бы начать движение в сторону безъядерному миру. я предложил президенту, чтобы мы тут же в реке дали обязывающие поручения своим министрам или другим соответствующим ведомствам подготовить три проекта соглашения, которые мы могли бы потом, во время моего визита в Соединенные Штаты Америки, подписать. Первое. По стратегическому оружию. Мы внесли предложение сократить на пятьдесят процентов и не меньше. Причем с таким расчетом, чтобы уже к концу века полностью ликвидировать это самое смертоносное оружие. мы исходили с того, что мир ждет действительно крупных шагов, глубоких сокращений, а не каких-то косметических, так сказать, шагов. Только бы успокоить на какой-то период общественное мнение. Мы просто подошли к такому периоду, когда нужны смелые, ответственные в интересах всего мира, в том числе и народов Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Действие. Конечно, советско-американская делегация, делегация, которым было бы поручено готовить этот документ, должны были бы хорошо и честно сбалансировать сокращение исторически сложившихся структур стратегических вооруженных сил. Речь идет о той самой триаде, которая была признана еще при разработке и подготовке ОСВ-2. На этот счет уже есть согласованное понятие, представление. Когда мы начали обсуждать вопрос этот с президентом, в ответ мы почувствовали неадекватные, далеко не соответствующие предложения, с которыми прибыл президент и его окружение. Здесь вновь были вытащены все то, что фигурирует на женевских переговорах. Все уровни, подуровни, очень много арифметики для того, чтобы запутать существо просто. мы послушали все это и внесли тогда такое уточнение в свое предложение. У нас с вами есть, признаете, триада стратегических наступательных вооружений. ракеты, стратегические ракеты на земном базировании, стратегические ракеты на подводных лодках, и стратегические ракеты на стратегических бомбардировщиках, стратегическая авиация с ядерным оружием. Вот сегодня мы имеем соответствующее их количество в Советском Союзе и в Америке. Давайте мы все это сократим на пятьдесят процентов. На пятьдесят процентов ракеты наземного базирования, в том числе и тяжелые ракеты, чем озабоченные Соединенные Штаты Америки. На пятьдесят процентов стратегические ракеты на подводных лодках, и на пятьдесят процентов стратегической авиации. Американская делегация с этим согласилась. Таким образом мы договорились об этом. Причем внося это предложение вы народ сведущий, я лишь только напомню вам, чтобы вы освежили это, мы пошли на серьезные уступки. Вы помните, когда мы выдвигали это предложение в Женеве, мы ставили вопрос о пятидесяти процентов сокращения оружия, которое достигает территории друг друга. И все это считалось считать его стратегическим. Но сейчас мы сняли вопрос о средних ракетах, мы сняли вопрос о средствах передового базирования. То есть мы пошли на крупную уступку, по самому животрепещущему вопросу. Это первое. Второе. Мы внесли предложение поручить подготовить соглашение по ракетам средней дальности. я предложил президенту отказаться от всех до сих пор обсуждавшихся вариантов промежуточных, временных и так далее. И вернуться к американскому предложению полностью уничтожить американские средние ракеты в Европе в Европе и советские ракеты в Европе. Мы подводя американскую сторону к необходимости принятия такого соглашения и нашего предложения, уже раньше внесли предложение в Женеве о том, что мы оставляем в стороне как бы ныне существующий баланс, стратегический потенциал Франции и Англии. И просим только не совершенствовать его и не наращивать. Это не устраивало американскую сторону. Мы решили внося сегодня на этой, на нынешней встрече снять вообще вопрос о французских и английских ракетах вообще, оставить его в стороне. И пусть они остаются как самостоятельно. Сила наращивается и совершенствуется. Хотя вы понимаете, ведь это очень крупный потенциал и он будет наращиваться и он является органической частью ядерного потенциала НАТО. И все планы, во всех планах, при планировании всех операций этот потенциал учитывается. Это нам доподлинно известно. По-моему, 99% здесь присутствующих тоже могут сказать, что это так. А если 1% сегодня в этом не убежден, то ему надо срочно избавиться от этого недостатка. Мы сняли. Была озабоченность в Азии. Хорошо. Давайте договоримся, что в Азии мы садимся сразу за переговоры и выясняем озабоченность и находим решение. Выдвигалась озабоченность в связи с тем, что имеются на стороне ОВД ракеты дальностью менее тысячу километров. С полетом менее тысячи километров. Мы внесли предложение, признающее и эту озабоченность, что мы сейчас замораживаем эти ракеты и вступаем в переговоры об их судьбе. Вот на что мы пошли. Мне кажется, что и американцы сами не ожидали от нас этого. Началась дискуссия. Оказывается, опять это плохо, опять не устраивает американскую сторону. Они нас начали опять приглашать на промежуточные варианты, сохранить американские ракеты в Европе и советские в Европе, часть какую-то. в Азии компенсации определенные. В общем, там много было кое-чего сказано. Мы обратили внимание президента США. Господин президент, мы не можем понять, как вы можете отрекаться от своего детища, от нулевого варианта, который вы же предлагали, и мы, чтобы пойти навстречу вам, его вносим сейчас. Признавая озабоченность и учитывая эти озабоченности наше предложение. В конце концов, дискуссия продолжалась до сегодняшнего дня. Острая дискуссия. И мы пошли на последний шаг. Мы заявили, что мы готовы на такой вариант. в Европе ликвидируем американские и советские ракеты средней дальности. По ракетам с радиусом действия менее тысячи километров замораживаем и начинаем переговоры. А в Азии мы будем иметь 100 боеголовок на средних ракетах. И, соответственно, 100 боеголовок США будут иметь на своей территории. Договорились и об этом подписать такое соглашение. Всех устраивает. По-моему, Советский Союз. Хотя это, в общем, опять крупнейшая уступка. И не так уж легко нам это все принимать. Но надо же начинать движение. Я уже не раз об этом говорил. Нужны смелые, нестандартные решения. Если мы будем все время получать советы в прошлом опыте, который относится ко всем другому времени, и не учитывая то, где мы находимся сегодня, и где мы будем завтра, и что в этом завтра мы вообще, может быть, не сможем начать диалог, и тем более диалог по этим жгучим вопросам, который волнует весь мир. то надо же начинать с чего-то. Мы пошли на это, понимая, что это нелегкие для нас решения. Было... Мы договорились по этому вопросу. в связи с тем, что мы готовы пойти на глубокие сокращения стратегических наступательных выражений, на ликвидацию ядерного потенциала средних ракет. Мы поставили вопрос так. Коль мы вступаем в конкретный этап уже ликвидации ядерного оружия, то у сторон по крайней мере должна быть полная ясность по двум вопросам. Первый. Контроль. Теперь, когда мы выходим на эту стадию, мы выступаем за то, чтобы был тройной контроль. Контроль, который бы обеспечил полную уверенность каждой стороны, что ничто не происходит, то, что бы подвело ее, чтобы она оказалась в западне, в ловушке. Мы за любые формы контроля и готовы по этому договориться. Этот вопрос был снят ввиду нашей такой позиции. И мы действительно, мы будем добиваться теперь такого контроля, если мы вступаем на этот путь. И второй вопрос. Если мы начинаем, приступаем к практической ликвидации ядерного оружия и стратегического потенциала и средних ракет, то тогда встает вопрос, что у каждой стороны должна быть гарантия, что в этот период ни одна из сторон не может сделать такого, что бы добиться военного преимущества и получить право диктовать. По-моему, это совершенно справедливая, законная обстановка с политической, с военной точки зрения. С политической точки зрения, если мы начинаем сокращать оружие, то мы должны позаботиться о том, чтобы все тормоза, которые сегодня действуют и стоят на пути создания новых видов оружия, были бы не только сохранены, но упрочены. Это правильная постановка. это правильная законная постановка. С военной точки зрения, действительно надо позаботиться, чтобы не оказалось так, что обе стороны сократили ядерный потенциал, а в это время, пока шел процесс сокращения, другая тайно, тайком, подготовила и перехватила инициативу и добилась превосходства в военном отношении. Это недопустимо. Это я отношу к Советскому Союзу, но мы вправе предъявить такие требования и к американской стороне. И в связи с этим мы поставили вопрос так. В этой обстановке, когда мы выходим на этап реального сокращения, глубокого сокращения, а затем уже через десять лет, а именно так выглядела у нас вся эта ситуация на встрече. Мы сегодня, когда уже прорабатывали конкретику, мы выходили, что в течение десяти лет мы должны уже были ликвидировать ядерный потенциал Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. То в этот период надо не только не раскачивать механизмы, и прежде всего такой, как ПРО, сдерживающий гонку вооружений, но упрочить этот механизм. И наше предложение сводилось к следующему. Мы укрепляем бессрочный договор ПРО путем того, что стороны берут одинаковое обязательство, что они в течение ближайших десяти лет не будут пользоваться правом выхода из этого договора. Как раз это те десять лет, когда будет происходить сокращение ядерного потенциала. Правильная, логичная постановка. логичная. Серьезная постановка. Серьезная. Отвечающая интересам обоих сторон. Обеих сторон. Отвечающая интересам обеих сторон. И одновременно с этим мы высказывали в нашем предложении подчеркнуть, что в течение этих десять лет все требования ПРО строго соблюдается, запрещается разработка испытания космического оружия, остаются разрешенными только исследования, испытания в рамках лаборатории. Что мы этим самым хотели сказать? мы знаем приверженность американской администрации президента к СОИ. Возможность, наше согласие на продолжение и на возможность лабораторных испытаний дает возможность президенту до конца довести исследование и выяснить, что такое СОИ, с чем ее едят. Хотя для многих и для нас уже ясно, что это такое. И вот тут-то и началась настоящая товарищесхватка двух подходов мировой политики, в том числе по таким вопросам, как прекращение гонки вооружений, как запрещение ядерного оружия. американская администрация президент настаивал до конца на том, чтобы Америка имела право испытывать, исследовать и испытывать все, что относится к СОИ, не только в лабораториях, но и за пределами, в том числе и в космосе. Ну, кто же на это пойдет? Сумасшедший? Ну, сумасшедший, как правило, они находятся там, где им положено, на излечении. Во всяком случае, их я не вижу на руководящих постах, и особенно у руля государства. И вот мы были на грани принятия крупнейших исторических решений. Ибо до сих пор речь шла только о пограничении. Мы принимали решения про СВ2, 1, 2 и так далее. И поскольку американская администрация, как мы теперь понимаем, стремится, уверовав в своем технологическом преимуществе, что она вырвется через СОИ к военному превосходству, она пошла даже на то, что похоронила договоренности. А мы уже согласовали, их только можно было уже подписать и заставить и дать поручение вырабатывать договоры. Практически, как их реализовать. И в Вашингтоне уже можно было все подписать. Она сорвала это все. Я сказал президенту, что мы упускаем исторический шанс. еще никогда не были так близки наши позиции. Президент, прощаясь, мне сказал, что он разочарован и что я с самого начала приехал, задумал, наверное, приехал с нежеланием подписывать этот договор. Находить соглашение, договоренность. почему вы из-за одного слова проявляете такую твердость в подходе, так сказать, вот, к тому, что относится к сои и проблеме испытаний, к пониманию этой проблематики. думаю, дело не в слове, не в слове, а в существе. Именно это ключ к пониманию того, что на уме у американской администрации. По-моему, у нее на уме то, что на уме, теперь я уже вижу, у американского военно-промышленного комплекса. она во власти, и президент не свободен, чтобы принять такое решение. Мы делали перерывы, проводились дискуссии, и я вижу, президент не получил поддержки. И поэтому сорвалась, сорвалась наша встреча. Провалилась, когда уже мы были близки к тому, чтобы выйти на исторические итоги. Вот такова драматическая ситуация, которая сложилась на этой встрече. Мы не менее. а у нас хоть и трудный был диалог, но он продолжался после Женевы, то я высказывал ему свою точку зрения относительно того, какой должна быть наша встреча в Соединенных Штатах Америки во время моего визита. Она вам известна. Это не условие, это понимание просто, я думаю, нашей ответственности и моей, и президента диктует именно так подходить к будущей встрече в Пашеттоне. Нам нужна встреча результативная. Она должна действительно привести к ощутимым результатам и кардинальным изменениям, шагам, и особенно в таком жгучем вопросе, каким является контроль над ядерным вооружением, прекращение гонки вооружения, ликвидация ядерных. Я ему говорил в письмах и сказал на нашей встрече, нельзя нам с вами, господин президент, допустить того, чтобы наша встреча в Вашингтоне провалилась. Вот почему я высказал за то, что нам надо безотлагательно встретиться. У нас есть что внести конструктивно для того, чтобы договориться и выйти на встречу в Вашингтоне серьезными предложениями, серьезными решениями. я себе не могу допустить и на одну минуту, что если бы мы встретили Вашингтоне, эта встреча провалилась. И что тогда, вообще говоря, должны думать люди и в Советском Союзе, и в США, и во всем мире. что же это за политики стоят во главе двух таких огромных государств, которые в значительной мере держат судьбу всего мира. И вот они встречаются, переписываются, уже третья встреча в них, и ни о чем не могут договориться. это просто, я считаю, это было бы просто скандальным исходом, с непредсказуемыми последствиями. Это мы просто не можем допустить. Это вызвало бы разочарование во всем мире, а не только в наших странах. Вот, собственно, замысел встречи в Вашингтоне, как мы ее должны провести, с какими результатами. Нас подтадут к инициативе о проведении рабочей встречи здесь, в Исландии, в Рекьявике, чтобы по-деловому разобраться во всем, внимательно выслушать друг друга, попытаться найти взаимные точки соприкосновения, в общем-то, найти общие подходы, которые бы отвечали интересам и наших двух стран, интересам и наших союзников, и народам всех стран. все-таки американцы приехали на эту встречу с голыми, пустыми руками, с этим, как говорят, всем набором нафталинным, от которого уже задыхаются женевские переговоры. мы, как видите, для того, чтобы сломать эту ситуацию, открыть дорогу и вывести процесс этот на новый этап, действительно решить вопросы, внесли вот такие предложения. Ну вот, я вам рассказал, что произошло. Что же делать? Остаются Соединенные Штаты как реальность, остается Советский Союз как реальность. Какой-то герой одного нашего русского писателя собирался Америку закрыть, ему это не удалось, мы свободны от этого комплекса. Америка – это реальность, да еще какая реальность. Советский Союз, по-моему, тоже внушительная реальность. Но и мир весь тоже реальность. И сейчас нельзя заработать не только авторитета, но прежде всего решить проблемы в мире, если не учитывать реальности нынешнего мира. Вот уж мы почувствовали на этой встрече дефицит нового мышления. и и опять появился этот призрак погони за военным превосходством. Я встречался летом с господином Никсоном, и он в беседе тогда мне сказал, я имею основания, опираясь на свой огромный политический, жизненный политический опыт, сказать, что эта погоня за этим призраком завела нас далеко. И теперь мы не знаем, как выбраться из этих завалов, каким является накопленный горы ядерного оружия. И все это осложняет, отравляет обстановку в мире. Думаю, тем не менее, все то, что состоялось, а ведь состоялись договоренности, а не только их не далось только оформить, потому что мы вносили этот вопрос и наши предложения в пакете. Я думаю, вы понимаете, почему это делалось. Но, тем не менее, сам путь, который мы прошли к таким крупным договоренностям о крупных сокращениях ядерного оружия, это уже огромный опыт, который мы получили здесь, и приобретение огромное, которое мы получили здесь, в Исландии, в Рикьявике. Думаю, что нужно еще обдумать и президенту США, и нам всю ситуацию, которая в конечном итоге сложилась здесь на встрече, и еще раз вернуться и попытаться перешагнуть через то, что нас разделяет. Мы ведь о многом уже договорились, через многое прошли. и возможно, президенту надо и посоветоваться с Конгрессом, в политических кругах, с американской общественностью. Пусть обдумает Америка. Мы подождем, не снимая наши предложения, которые мы обнародовали. И, по сути, дело, мы и договорились об этом. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что все реалистические силы в мире должны сейчас действовать. мы все имеем, все живущие в социалистическом мире, в капиталистическом мире, в развивающемся мире, имеем сейчас уникальный шанс наконец реально взяться за прекращение гонки вооружений, запретить ядерное оружие, уничтожить его и отвести от человечества ядерную угрозу. В связи с этим мы и внесли предложение президенту и такое. Сесть немедленно, давайте договоримся о том, чтобы сразу по завершении нашей встречи в Рекьявике сесть за переговоры полномасштабные по запрещению ядерных взрывов. Причем мы предложили это так. Это будет процесс, в ходе которого мы могли бы рассмотреть на каком-то этапе, может быть даже в первоочередном плане, и вопрос о порогах, о мощности ядерных взрывов, и о количестве ядерных взрывов в год, и о судьбе договоров 74-го, 76-го годов, и шли бы к разработке полномасштабного договора о полном окончательном запрещении ядерных взрывов. Я скажу, мы были близки к нахождению формулы. И по этому вопросу. Потому что тут тоже ведь все логично. Кстати, мы американской стороне сказали, мы не требуем от вас мораторий, дело ваше, вы там отчитываетесь перед своим конгрессом, перед народом, как вы в ходе того, когда мы начнем переговоры, будете продолжать взрывать, или вы присоединитесь к нашему мораторию, это дело ваше. Но давайте начинать садиться за полномасштабные переговоры для выработки соглашения о полном окончательном запрещении ядерных взрывов. По пути мы рассмотрим и ваши вопросы, о которых вы говорите, о контроле, о порогах, о количестве ядерных взрывов, о договорах 1974-1976-го годов. Это все можно рассмотреть. Проходило сближение, но когда произошел разрыв по про, тогда оборвалась вся дискуссия и приостановились все поиски, и мы прекратили нашу встречу. Я думаю сейчас и мы должны с американцами все вдумать, и мировое общественное мнение должно вдумать сложившуюся ситуацию в мире по главному вопросу, который беспокоит народы всех стран. Вопросы войны и мира, вопросы ядерной угрозы. Мне думается, я не преувеличиваю. Все то, что мы предлагали президенту, это отвечает интересам и американского народа, и народам всех стран. если кому-то оно и не отвечает, то мы праве всем миром сказать сегодня, пусть прислушается, к тому, что требует американский народ, советский народ, народы всех стран. Я приехал сюда навстречу и сказал, что пришло время действий. Оказалось, что эти слова казались пророческими. Действительно, время действий. и нам нельзя всем терять время. Мы будем действовать. Мы от своей линии на мир, на борьбу против гонки вооружений, за запрещение ядерного оружия, за ликвидацию ядерного оружия, за то, чтобы отвести угрозу от всего нашего земного шара, ядерную, не отступим. Не отступим. И я думаю, мы будем в этой борьбе не одиноки. Вот я вам сказал то, что я могу сказать сейчас, сразу после того, как завершилась наша встреча. Видимо, я мог бы больше сказать, если бы у меня возможность была обдумать больше все, что произошло. не было. Но мне кажется, я выражался вполне ясно и определенно по всем вопросам. Я сейчас не говорю о том, что мы касались многих других вопросов. Мы говорили по гуманитарным вопросам, и там выходили на конкретные проблемы, был обмен мнениями. было создано, было ведь две группы работало, и вы, наверное, знали. Первая по вопросам, скажем так, военным, во главе от нас был маршал Советского Союза, начальник генерального штаба, Ахрамеев. от американской стороны эту группу возглавлял кто? Ницца. Пол Ницца. Они работали десять часов двадцать минут. Всю ночь. Работала группа по гуманитарным вопросам. С нашей стороны возглавлял эту группу заместитель министра иностранных дел бессмертных со стороны американцев заместитель госсекретаря госпожа Риджуэй. Там был тоже интересный обмен. И это могло бы стать определенные договоренности, которые там имели место с основной частью итогового документа. Но поскольку разрушилась главное, тогда и остановился весь процесс. Как видите, в общем, была интересная встреча, важная встреча, многообещающая встреча. Но пока она завершилась вот таким образом. Не будем впадать в отчаяние. Я думаю, эта встреча нас вывела на очень важный этап. Важный этап. Понимание того, где мы находимся. И она показала, что договоренности, договоренности возможны. Возможно. В этом я убежден. Благодарю вас за внимание. Неужели у вас еще после такой моей подробной речи, такого выступления, еще будут вопросы? Будут. Ну, давайте. До зари будем сидеть. подождите. Вот вы. Да. Мечта ушла. Да. Пардон. Одну минутку. Пардон. Финболом. Я бы, знаете, дал на это оптимистический ответ. Потому что уж многое проделано. и накануне встречи, и на самой встрече. И если мы с реалистических позиций и в Соединенных Штатах, в Белом Доме и у нас в советском руководстве еще раз все обдумаем и проявим реализм и ответственность, то еще не потеря возможность, чтобы решить эти вопросы. Япония, если я не ошибаюсь. Это значит, диалог с США с администрацией Рейгана продолжается еще. Или вы думаете, что возможностью очень мало остается для хорошего диалога с Рейганом? Я думаю, что сейчас еще больше возросла необходимость в диалоге, каким бы он ни был трудным. А что я вас не знаю? Ваш как фамилия? А, Колесниченко. Я много вас считал, но вы в основном в Америке жили, поэтому я вас не знаю. Михаил Сергеевич, как вы считаете, почему американская администрация пошла на срыв переговоров, приняв такое безответственное решение, игнорируя мировое общественное мнение? По-моему, Америка должна еще определиться. Она, по-моему, еще не определилась. И это мы чувствовали, сказывалось на позиции президента. Пожалуйста. Рейган зависит от внешнего военно-промышленного корпуса. Это означает, что это является результатом того, что произошло сегодня. И что в будущем США также не смогут добиться больших успехов этой области. При всем том, что ныне представляет военно-промышленный комплекс, и при всем том, какой он вес сегодня занимает в реальной сегодняшней Америке, не будем переоценить ее возможности. Я всегда сторонник такого подхода и таких оценок. Решающее слово за народом в любой стране, в том числе и за американским народом. Я вам пообещал. Что касается данного негативного результата встречи, будет означать, что Советский Союз будет и дальше бороться против развертывания космических программ и разработок новых космических программ. Я думаю, вы поняли смысл советской позиции, что если сейчас мы подошли к этапу, когда мы начинаем глубокое сокращение ядерного оружия и стратегического, и средних ракет, и мы с американцами уже выходили на договоренность, что мы это сделаем в течение 10 лет, то мы вправе были требовать, чтобы в этот период мы были гарантированы, что ничего неожиданного, непредвиденного не произойдет. Это включает и такую сферу, как космос и развертывание в космосе в космической промо. Но я президенту уж, может быть, я немного приоткрою занавес над нашим обменом мнения, я президенту сказал, что нас СОЯ в военном отношении не беспокоит. По-моему, и в Америке уже никто не верит, что можно создать такую систему. Более того, у нас будет асимметричный ответ, если в конце концов Америка решится на это. Правда, я ему сказал, что, господин президент, а вы знаете, что меня уже сделали вашим соратником по СОЕ. Он удивился этому. Я говорю, так, оказывается, в связи с тем, что я так остро критикую СОЕ, это помогает вам иметь самый убедительный аргумент, что СОЯ нужна. Вы просто говорите, раз Горбачев против, то значит это хорошее дело. И вы собираете аплодисменты и финансирование. Но, правда, говорю, появились циники и скептики, и говорят, а не это ли коварный замысел Горбачева, самому не втягиваться в СОЕ, а Америку разорить через СОЕ. Но, говорю, вы разберитесь сами. Во всяком случае, нас СОЕ не пугает. Это я уверенно заявляю. Потому что в таких вопросах заниматься блефом, это дело безответственное. Ответ будет, асимметричным будет. Нам не придется жертвовать многим. Но в чем ее опасность? Первая политическая опасность. Сразу создается ситуация, которая вносит неопределенность, подогревает недоверие друг к другу, подозрения. И тогда уж, знаете, не до сокращений ядерного оружия. Короче говоря, это не совсем другая ситуация, которая нужна для того, чтобы мы основательно занять сокращением ядерного оружия. Это во-первых. Во-вторых, есть все-таки и военная сторона. Через СОЕ можно выйти на новые виды оружия. Это мы тоже компетентно можем сказать. И выйти на совершенно новый этап. Гонки вооружений, которые непредсказуемы, серьезными последствиями. Так спрашивается. Значит, с одной стороны, мы договариваемся начинать сокращать ядерное оружие. Сегодня самое опасное и страшное. А с другой стороны, мы должны благословлять исследования, причем уже и в космосе проводить их, в натуре, для того, чтобы найти новейшее оружие. Это же не согласуется при нормальной логике. Мы разобрались с СОЕ. Давайте мы дадим вот вам. Да, да, пожалуйста. Одну минутку. Следующий за вами, следующий. А кто? Да, да, да. Потом вы, потом вы, потом вы. Господин генерал-секретарь, я прессовую обезет в ваших пустах Москвы. Я задаю вопрос по-английски. Вы только что провели вторую встречу с президентом Рейганом после двух дней заседаний. Каково у вас сложилось впечатление от президента как политического вы, деятели, считаете ли вы, что он разделяет ваше чувство ответственности за судьбы мира? У меня такое впечатление, что мы с господином Рейганом можем продолжать и диалог, и заниматься поисками все-таки развязок крупных животрепещущих проблем, в том числе и тех, о которых я говорю. Пожалуйста. Неудовлетворитель в итоге данного совещает, означает ли это, что не будет достигнута прогресса по вопросу запрещения ядерных испытаний и по другим вопросам, которые обсуждались вчера и сегодня, увязывается ли этот вопрос запрещения ядерных испытаний с другими вопросами, которые рассматривались на этих заседаниях? Я думаю, что я уже ответил, собственно, на этот вопрос. Мы считаем, что на этом не обрывается ни наши контакты с американцами, ни с президентом, ни тем более международные отношения. Поиски продолжаются и будут продолжаться. И я думаю, то, что здесь произошло, в Исландии, в реке Явике, тем более должно стать мощным стимулом к тому, чтобы мы все сейчас почувствовали, что надо включаться в общую борьбу за нормализацию международной обстановки, за поиск выходов из тупиковых ситуаций, в том числе и тех, о которых речь шла. Здесь, в реке Явике, и, собственно, и один из тупиков здесь тоже возник. Я оптимист. Пожалуйста. Я погромче говорю, без микрофона. Пожалуйста. 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 Это разочаровывает. Но я бы сказал, не назвал эту встречу безрезультатной, наоборот, она все-таки ступень в сложном и трудном диалоге и в поисках решений. Ведь решения, в общем-то, мы ищем нелегкие, решения нелегких вопросов. Поэтому давайте не будем сеять по миру панику, но в то же время надо сказать, что мир должен знать все, что происходит, с тем, чтобы он себя не чувствовал сторонним наблюдателем. Сейчас подошло время активных действий всех сил. Прекореспондент АЭБС в Москве, господин генеральный секретарь, я не понимаю, почему, когда вы с президентом Рейганом имели возможность добиться соглашения по сокращению ядерных оружий, Советская сторона не согласилась с исследованиями по СОИ. И вы в свое время говорили в Женеве, что вы готовы заплатить большую цену за сокращение ядерных оружий. И сейчас, когда были достигнуты такие возможности, вы их упустили. В вашем вопросе уже содержится элемент критики. Поэтому я отвечу на него более подробно. Во-первых, президент приехал с пустыми руками и с пустыми карманами. И я бы сказал, нам привезла американская делегация хлам из женевских переговоров. И только благодаря далеко идущим предложениям советской стороны мы смогли выйти на очень крупные договоренности по сокращению стратегических наступательных вооружений, по средним ракетам. И мы, естественно, надеялись, что в этих условиях, и я думаю, это вполне понятно и политику, и военному, и просто нормальному человеку, что если мы подписываем эти две договоренности о крупных сокращениях ядерного оружия, то надо позаботиться о том, чтобы ничего не произошло того, чтобы сорвало этот трудный процесс, с которым мы шли десятилетия. И тогда мы поставили вопрос о том, что мы за упрощение договора ПРО. Американская сторона все время подкапывается под ПРО. Она уже поставила под сомнение УСВС-2, и теперь ей хотелось бы в Рикявике провести похороны ПРО, причем с участием Советского Союза, Горбачева. Это не пройдет. Весь мир бы нас не понял, и я в этом убежден, убежден. И все, кто здесь сидит, все убеждены в этом. Что если мы еще начнем атаковать ПРО, последний механизм, столько сделавший для того, чтобы все-таки держать процесс гонки вооружений, тогда мы ничего не стоим, как политики. Но мало сохранить. В условиях, когда начинаются глубокие сокращения ядерных вооружений, мы считаем, что этот договор надо упрочить. И мы предложили механизм упрочения. Не пользоваться в течение 10 лет, за которые мы и сократим полностью ядерный, и уничтожим ядерный потенциал в наших странах. Не пользоваться правом выхода из ПРО. Но в это же время, чтобы никто не искушался, ни Советский Союз обойти Америку в исследованиях по космосу и вырваться, так сказать, добиться военного превосходства, ни Америка по отношению к Советскому Союзу. Мы сказали, мы за лабораторные исследования и испытания, но против выхода с этими исследованиями, испытаниями частей ПРО, космического ПРО в космос. Вот наши требования. Таким образом, наше требование в этом случае тоже было конструктивным, уважительным к позиции Америки. Она получала бы, так сказать, если бы она согласилась, возможность в рамках продолжения исследований, лабораторных, решать свои вопросы, связанные с реализацией программы СОИ. Но без выхода и без попытки создать космическое ПРО. Я думаю, тут логика, так сказать, как говорят дети, железная. У детей тоже иногда надо учиться. Женщинам дадим. Что произошло здесь в области прав человека? Собираетесь ли вы поделиться своими соображениями на этом совещании и, может быть, выскорить некоторые соображения в этой области? Я думаю, что эту проблему гуманитарную... О чем? Нет, он не гуманитарный. Я думаю, во-первых, западная Европа слышит, что я говорю. И если она подумает, внимательно изучит то, что мы вносили в предложение, какие мы вносили в предложение, то это все те самые предложения, которые отвечают Западной Европе. И мы понимаем, что мы не могли безразлично относиться к интересам Западной Европы, в которой пускают корни раскинувого мышления и в которой нарастает ответственность за сохранение нашего Европейского дома, за упрощение нашего Европейского дома. Теперь вы, пожалуйста. Нет, женщинам еще дадим. Я прошел. Как трудно пробиться женщине. Корреспондент Невьюс Вико в Москве. Хотелось бы узнать о намерениях и возможности прибытия в Вашингтон. Вы говорили о том, что необходимо добиться несколько соглашений, в частности по вопросам ракет средней дальности. И мне хотелось бы узнать, возможно ли достижение такого соглашения для того, чтобы добиться и прибытия в Вашингтон с визитом. Я думаю, несмотря на весь драматизм сегодняшнего дня, мы не удалились от Вашингтона, а приблизились. И если последует президент и американской администрации моему приглашению продолжить изучение всего того, о чем шла речь здесь, в Рейке-Авике, и если она посоветуется в тех кругах, в которых она считает необходимым провести совет в Америке, я думаю, еще не все потеряно. Есть возможности. опираясь на то, что мы здесь имели в Рейке-Авике, выйти на такие соглашения, которые бы сделали реальным, необходимым и возможным встречу в Вашингтоне, и она бы могла быть результативной. С этой стороны у нас не было еще. Кейбл-Ньюс. Кастин Горбачев, Вы говорили в своем выступлении, что президент Рейган должен подумать над ситуацией и посоветоваться с Конгрессом, и посоветоваться с американским народом. Считаете ли Вы, что американское общественное мнение и поддержит советский подход в этом плане? Подождем, увидим. Приветствую Вас. Мы с Вами недавно имели контакт хороший. У меня вопрос к Вам, как к политическому деянию и юрису. Как, по Вашему мнению, выглядят приоритеты в вопросах права человека в ракетно-ядерный век? И какую роль может соиграть человеческий фактор в решении вопроса воины и мира? Ну, знаете, Вы, оказывается, философ. Я только могу сказать, что я тоже когда-то занимался философией и немножко опять стал ею заниматься. Я думаю, когда мы говорим о правах человека, то то, что мы сегодня обсуждали в первоочередном порядке, вопрос о сохранении мира, о том, чтобы отвести ядерную угрозу от человека, это самый главный приоритет. Будет мир, будет жизнь. Как-нибудь разберемся. Вот ведь сидим со всего мира здесь мы и обсуждаем вопросы, самые злободневные. Мы же люди. У нас все больше становится в мире образованных людей. Образованные народы. Поэтому, я думаю, народы разберутся всегда во всем. Поэтому я бы вот, если я Вас правильно понял, то когда мы говорим о правах человека, я бы на первое место поставил право человека на жизнь. Это первое. А второе, вот Вы там, обратную связь какую-то, что напомнит меня. Нет, нет, нет. А, как будет? О человеческом факторе. Я думаю, в ядерный век. И в этом я вижу как раз проявление нового мышления. Войны. Ядерная война. Угроза ядерной войны. По-новому ставит и вопрос о роли человеческого фактора. В борьбе за мир, предотвращение войны. Ибо сегодня эта война будет касаться всех. Независимо, где она начнется. Поэтому, мне кажется, оправданно и естественно. Это только недоброжелатели считают, что все антивоенные движения, все, кто выступают в защиту мира, это происки Москвы, это в найме у подкупленных социализмом и так далее. Это несерьезно все. И народ сейчас разбирается. И если женщины, дети, мужчины всех возрастов поднимаются сегодня и берутся за руки и требуют того, чтобы все-таки остановить вот эту тенденцию опасную, когда мир движется к урозе ядерной войне, ядерной войне, я думаю, эта тенденция будет нарастать. Будет нарастать. И роль человеческого фактора повышается, значит, возрастает. В Белом доме много и часто говорили о том, что главная опасность для Америки это советские межконтинентальные ракеты. Мы же предложили в Рикявике в течение 10 лет эту главную опасность для Америки ликвидировали. Ваше впечатление? Почему другая сторона оказалась не готовой к тому, чтобы снять, отвезти от своей страны эту главную опасность? Вы очень правильно подняли этот вопрос. Он много лет использовал с американской стороной для того, чтобы показать, что Советский Союз не настроен серьезно на разоружение, на прекращение гонки вооружения, и что он не учитывает озабоченности Америки и так далее. Как видите, мы пошли, причем поставили вопрос очень резко. Есть триада признанная уже, общепризнанная и нами, и американцами. Вот всю триаду на 50% стратегических вооруженных сил сократить в первые 5 лет. Это крупный шаг. Но мы вместе с тем американцам показали и сказали, что и у нас есть озабоченности именно такого же плана. ведь 70, ну пусть может быть, так примерно, ахромею скажет, 70% стратегических сил расположено на подлодках в Америке. 850 РГЧ или более 800? 656. 656 с РГЧ индивидуального наведения. А лодка ведь она курсирует вокруг Советского Союза, во всех морях и океанах. И откуда она ударит, это похуже еще тяжелой ракеты наземного базирования. Так что это, в общем-то, знаете, это все разговоры. Когда не хотят решать вопросы, тогда вот ищут проблемы, препятствия. Но были они сняты, эти препятствия. Вот что важно. И действительно, интересный вопрос. Даже то, что мы пошли на такой крупный шаг, причем сняв все проблемы о том, что мы средние ракеты, которые имеют стратегическое значение для Америки, и першинги нынешние, и средства передового базирования, мы сбросили с зачета, так сказать, при решении вопроса о ракетах стратегического значения. это говорит о нашей доброй воле. И американцы, тем не менее, не пошли. Я думаю, все-таки опять возвращаясь, американцы думают, что они вырваться через космос и добьются военного превосходства, и реализуют идею одного президента, который сказал, кто будет господствовать в космосе, тот будет господствовать на земле. продолжается, мы продолжаем иметь дело с имперскими амбициями. Но мир не тот. Мир не хочет быть в отчиной Соединенных Штатов Америки, он не будет в отчиной Советского Союза. Каждая страна имеет право на свой выбор, на свою идеологию, на свои ценности, если мы не признаем это, тогда нет международных отношений, тогда есть хаос и кулачное право, понимаете. Мы с этим не согласимся никогда. Америка, наверное, очень тоскует по старым временам, когда она была могучей, а мы все вышли из войны ослабленными, экономически и военным отношениями она превосходила. Ностальгия, видимо, есть, но, тем не менее, надо пожелать нашим американским партнерам осознать реальности. Это им тоже необходимо сделать, иначе мы не продвинемся в поисках правильных решений, если американцы не начнут мыслить сегодняшними категориями исходить из нынешних реальностей. Пожалуйста. Болгарское телеведение, товарищ Горбачев. предложили механизм упрочения не пользоваться в течение десяти лет, за который мы и сократим полностью ядерный этот, уничтожим ядерный потенциал в наших странах, не пользоваться правом выхода из ПРО. Но в это же время, чтобы никто не искушался ни Советский Союз обойти Америку в исследованиях по космосу и вырваться, так сказать, добиться военного превосходства, ни Америка по отношению к Советскому Союзу, мы сказали, мы за лабораторные исследования и испытания, но против выхода с этими исследованиями и испытаниями частей ПРО, космического ПРО в космос. Вот наше требование. Таким образом, наше требование в этом случае тоже было конструктивным, уважительным к позиции Америки. Она получала бы, так сказать, если бы она согласилась, возможность в рамках продолжения исследований лабораторных решать свои вопросы, связанные с реализацией программы СОИ, но без выхода и без попытки создать космическое ПРО. Я думаю, тут логика, так сказать, как говорят дети, железная. У детей тоже иногда надо учиться. Женщинам дадим. Что произошло здесь в области прав человека? Собираетесь ли вы поделиться своими соображениями на этом совещании и, может быть, высказать некоторые соображения в этой области? Я думаю, что эту проблему гуманитарную о чем? нет, нет, он не гуманитарный. В сфере поездки здесь, в сфере западной Европы. Какие мути инициативы в отношении западной Европы? А, я не понял, тогда, что перевод, тогда? Нет, минутку, что? В отношении западной Европы планирует и Советский Союз какие-то инициативы, новые инициативы после того, что произошло в Рыке. В Рыке, в отношении западной Европы. Я думаю, во-первых, западная Европа слышит, что я говорю. И, если она подумает внимательно изучить то, что мы вносили предложение, какие мы вносили предложения, то это все те самые предложения, которые отвечают западной Европе. И мы понимаем, что мы не могли безразлично относиться к интересам западной Европы, в которой пускают корни раскинувого мышления и в которой нарастает ответственность за сохранение нашего европейского дома, за упрощение нашего европейского дома. Теперь вы, пожалуйста. Нет, женщинам еще дадим, я, пожалуйста. Как трудно пробиться женщине, в Москве, хотел бы узнать о намерениях и возможности прибытия в Вашингтон. Вы говорили о том, что необходимо добиться несколько соглашений, в частности, по вопросам средней, ракет средней дальности, и мне хотелось бы узнать, возможно ли достижение такого соглашения для того, чтобы добиться и прибытия в Вашингтон с визита. Я думаю, несмотря на весь драматизм сегодняшнего дня, мы не удалились от Вашингтона, а приблизились. И если последует президент и американской администрации моему приглашению продолжить изучение всего того, о чем шла речь здесь в Рейкьявике, и если она посоветуется в тех кругах, в которых она считает необходимым провести совет в Америке, я думаю, еще не все потеряно. Есть возможности, опираясь на то, что мы здесь имели в Рейкьявике выйти на такие соглашения, которые бы сделали реальным, необходимым и возможным встречу в Вашингтоне, и она бы могла быть результативной. С этой стороны у нас не было еще. Кейбл-Ньюс, господин Горбачев, вы говорили в своем выступлении, что президент Рейган должен подумать над ситуацией и посоветоваться с Конгрессом и посоветоваться с американским народом. Считаете ли вы, что американское общественное мнение и поддержит советский подход в этом плане? Подождем, увидим. приветствую вас. Мы с вами недавно имели контакт хороший. у меня вопрос к вам как политическому деянию и юристу. как по вашему мнению выгодят приоритетные вопросы права человека в ракетно-аверный век и какую роль может соиграть человеческий фактор в решении вопроса войны и мира? Ну, знаете, вы, оказывается, философ. Я только могу сказать, что я тоже когда-то занимался философией и немножко опять стал ею заниматься. Я думаю, когда мы говорим о правах человека, то то, что мы сегодня обсуждали в первоочередном порядке, вопрос о сохранении мира, о том, чтобы отвести ядерную угрозу от человека, это самый главный приоритет. Будет мир, будет жизнь, как-нибудь разберемся. Вот ведь сидим со всего мира здесь мы и обсуждаем вопросы самые злободневные. Мы же люди. У нас все больше становится в мире образованных людей, образованные народы. Поэтому я думаю, народы разберутся всегда во всем. Поэтому я бы если я вас правильно понял, то когда мы говорим о правах человека, я бы на первое место поставил право человека на жизнь. Это первое. А второе, вот вы там обратную связь какую-то, что напомнит меня. А, как будет о человеческом факторе. Я думаю, в ядерный век и в этом я вижу как раз проявление нового мышления. войны, ядерная война, угроза ядерной войны по-новому ставит и вопрос о роли человеческого фактора в борьбе за мир превращения войны. Ибо сегодня эта война будет касаться всех, независимо где она начнется. Поэтому мне кажется оправданно и естественно это только недоброжелатели считают, что все антивоенные движения, все, кто выступает в защиту мира, это происки Москвы, это в найме подкупленный социализмом и так далее. это несерьезно и все. И народ сейчас разбирается. И если женщины, дети, мужчины всех возрастов поднимаются сегодня и берутся за руки и требуют того, чтобы все-таки остановить вот эту тенденцию опасную, когда мир движется к урозе ядерной войне, ядерной войне, я думаю, эта тенденция будет нарастать. Будет нарастать. И роль человеческого фактора повышается, значит, возрастает. в Белом доме много и часто говорили о том, что главная опасность для Америки это советские межконтинентальные ракеты. Мы же предложили в Рикявике в течение десяти лет эту главную опасность для Америки ликвидировали. Ваше впечатление, почему другая сторона оказалась не готова к тому, чтобы снять, отвезти от своей страны эту главную опасность. Вы очень правильно подняли этот вопрос. Он много лет использовал с американской стороной для того, чтобы показать, что Советский Союз не настроен серьезно на разоружение, на прекращение гонки вооружения, и что он не учитывает озабоченности Америки и так далее. Как видите, мы пошли, причем поставили вопрос очень резко. Есть триада признанная уже, общепризнанная и нами, и американцами. Вот всю триаду на 50% стратегических вооруженных сил сократить в первые пять лет. Это крупный шаг. Но мы вместе с тем американцам показали и сказали, что и у нас есть озабоченности именно такого же плана. Ведь 70, ну пусть может быть, да, примерно так, а хромею скажет. 70% стратегических сил расположено на подлодках в Америке. 850 РГЧ или более 800? 656 А? 656 РГЧ индивидуального наведения. А лодка ведь она курсирует вокруг Советского Союза, во всех морях и океанах. И откуда она ударит, это похуже еще тяжелой ракеты наземного базирования. Так что это, в общем-то, знаете, это все разговоры, когда не хотят решать вопросы, тогда вот ищут проблемы, препятствия. Но были они сняты, эти препятствия, вот что важно. И действительно, интересный вопрос, даже то, что мы пошли на такой крупный шаг, причем сняв все проблемы о том, что мы средние ракеты, которые имеют стратегическое значение для Америки, першинги нынешние, средства передового базирования, мы сбросили зачет, так сказать, при решении вопроса о ракетах стратегического назначения. Это говорит о нашей доброй воле. И американцы, тем не менее, не пошли. Я думаю, все-таки опять возвращаясь, американцы думают, что они вырваться через космос и добьются военного превосходства и реализуют идею одного президента, который сказал, кто будет господствовать в космосе, тот будет господствовать на земле. Продолжается, мы продолжаем иметь дело с имперскими амбициями. Но мир не тот. Мир не хочет быть в отчиной Соединенных Штатов Америки. Он не будет в отчиной Советского Союза. Каждая страна имеет право на свой выбор, на свою идеологию, на свои ценности. Если мы не признаем этого, тогда нет международных отношений. Тогда есть хаос и кулачное право, понимаете. Мы с этим не согласимся никогда. Америка, наверное, очень тоскуют по старым временам, когда она была могучей, а мы все вышли из войны ослабленными. Экономически и военном отношении она превосходила. Ностальгия, видимо, есть, но, тем не менее, надо пожелать нашим американским партнерам осознать реальности. Это им тоже необходимо сделать, иначе мы не продвинемся в поисках правильных решений, если американцы не начнут мыслить сегодняшними категориями исходить из нынешних реальностей. Пожалуйста. Болгарское телевидение, товарищ Горбачев, спасибо. Я вас понял, эти переговоры не прекращаются, и я понимаю, что инструкции советского делегации будут, чтобы искать решения вопросов, которые до сих пор были исканы. Вы правы. Думаете ли вы, что то же сами инструкции будут даны со стороны американского руководства американской делегации после рейки я надеюсь, я надеюсь, что это будет так. Хочется обратить внимание на европейский континент. какое по вашему мнению окажут влияние исходы встречи в рейки авиаке на общий европейский процесс? какова теперь его судьба? Я думаю, что и политики и народы Европы в этот очень ответственный момент окажется на высоте. Время требует действий а не просто велеречивых заявлений за которыми не следует ничего конкретного. мир устал миру надоело болтовня мир нуждается в реальном процессе разоружения ликвидации ядерного оружия и я думаю что эта тенденция будет нарастать и особенно я надеюсь на мудрость и ответственность политиков и народов Европы. Пожалуйста вот там дали Нет нет сэр Хенри Чемп НБС Ньюс Правильно ли я понимаю что вы напрямую обращаетесь с призывом другим членам международного сообщества в качестве лобби с тем чтобы заставить Соединенные Штаты изменить свое мнение Знаете у вас ведь это там развит лоббизм и мы знаем как идет политический процесс в Америке может быть поэтому и президенту трудно было принять решение на этой встрече но когда речь идет о том чтобы упрочить мир и не только упрочить но что-то сделать реальные шаги для этого упрочения когда вот нужны совместные усилия это касается всех а не только Соединенные Штаты Советского Союза то я не думаю о лоббизме а думаю о чувстве ответственности о здравом смысле народов о понимании той ценности какой является мир сегодняшний и о необходимости уберечь этот мир поэтому когда в этом случае мы начнем в адрес народов или движений выступающих или политика выступающих за мир и это будет совпадать с тем что мы проглашаем и считать лоббистами в пользу Советского Союза я думаю это оскорбительно люди будут реализовать свою политическую и гражданскую позицию вот это я думаю будет правильно я работаю в Исландии издателем газеты было ли какими трудностями у вас принять решение о прибытии в Рикявик это страна натовская и правительство как вам известно выступило за то чтобы здесь не было была объявлена безъядерная зона на севере страны и мне хотелось бы узнать ваше отношение к подобным фактам благодарю вас я хотел закончить вот этим но как раз я воспользуюсь тем что представитель прессы Исландии задает вопрос хочу сказать в ответ на ваш вопрос так ведь это мы назвали Исландию поэтому никакой трудности у нас не было и я хочу поблагодарить правительство Исландии народ Исландии за то что они повернулись всем своим потенциалом и человеческим и организационным материальным для того чтобы сделать все чтобы решить все вопросы которые нужно было решить для этой крупной встречи мы благодарны и чувствовали себя мы здесь хорошо были широкие контакты я особенно много получил интересного из информации троицы максивны которые очень много было встреч в Исландии они очень интересны очень дружелюбная атмосфера очень большой интерес нашей стране мы благодарны Исландии исландскому правительству за то что они сделали желаем процветания Исландии что касается последней части вашего вопроса относительно того что правительство вашей страны хочет объявить быть безядерной зоной то мы это приветствуем мы это приветствуем и рассматриваем это как вклад дорогие друзья благодарю вас за внимание я думаю мы с вами провели полезное время желаю всего доброго вам до свидания а никто из вас не спросил а какова же роль прессы генеральный секретарь в этот ответственный исторический момент подумайте над этим я вам задаю этот вопрос вы спросите какой роль пресса и я вам эту вопрос пожалуйста подумайте о ней подогнал «Симон» подогнал «Симон» подогнал «Симон» подогнал «Симон» симон» подогнал «Симон» подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 в Соединённых Штатах Америки во время моего визита. Она вам известна. Это не условие, это понимание просто, я думаю, нашей ответственности. И моей, и президента диктует именно так подходить к будущей встрече в Пашингтоне. Нам нужна встреча результативная. Она должна действительно привести к ощутимым результатам и кардинальным.